Всем привет! Это интернет-обзор прямо сейчас о том, что лайкают, чем делятся и главное, что обсуждают в соцсетях. Поехали! Если вы еще не забыли, весь мир на самоизоляции. Без особой нужды выходить из дома не нужно. Но в это воскресенье по всей России прошли пасхальные службы, ради которых православные нарушили режимы самоизоляции. Вот как это происходило в Красноярске. Десятки верующих красноярцев посетили храм Рождества Христова в пасхальную ночь. Их не остановили ни призыв митрополита не приходить на службу, ни предписание Роспотребнадзора. Пришедшие, по сути, нарушили режим самоизоляции, но дежурившие у храма полицейские никого не оштрафовали. В храме, конечно, постарались принять меры предосторожности. Иконы протирали антисептиком, а на полу начертили специальные метки. Но многие горожане даже не надели маски. Говорят, вера – их главный оберег. Больше тысячи лет мы уже ходим в храмы, и запрещать, останавливать это нельзя. Я в интернет уже выложил. Значит, у кого крепкая вера, того и болезни не берут. Это по Божьей помощью, естественно. Но есть случаи, когда иерархи у нас заболевали во время давнее. Но это уже только Бог знает, почему так происходит. Трындец. Сектанты скоро все на больничной койке окажутся. Храмы всегда будут работать, даже при чуме. Это деньги, пожертвования. Ну а если заболели – на все воля Господа. А если померли – Господь забирает лучших. Ну и так далее. Написал обращением в МВД и Роспотребнадзор на этих бестолочей, которые не выполняли распоряжение губернатора. Посмотрим, как отмажутся. Почему их палками не выгнали оттуда? Или быть потенциально зараженным или разносчиком – это богоугодное дело? Хоть пришедшие фактически нарушили режим самоизоляции, штрафовать их не стали. А че так? Каждый отмечает Пасху по-своему. В Свердловской области, например, решили запустить Иисуса Христа на воздушном шаре. В Каменске-Уральском в честь Пасхи запустили воздушный шар с изображением Иисуса Христа. Правда, полет Христа отложили на день и провели его в понедельник из-за плохих полетных условий. Полет организовала Федерация бокса Свердловской области. Акцию не согласовали с властями города, но в мэрии заявили, что наказывать боксеров не за что. За что за что, а за полеты Христа в России точно не накажут. Круто, конечно. Это может стать хорошей традицией. Христос воскрес. Совсем мозг отбит. Но ведь на МКС уже есть икона с Иисусом, и она летает вокруг Земли. Или у неё зона покрытия ограничена. Осваивает стратосферу без раскачки и промедления. А три дня до этого баннер лежал где-то? Все уже давно поняли и осознали, что коронавирус – это не шутка. А режим самоизоляции – это не каникулы, а вынужденная мера. А вот в Северной Осетии против этого самого режима устроили митинг. Сотни жителей Владикавказа вышли в центр города на митинг против режима самоизоляции. В несогласованной акции участвовали до полутора тысяч человек. Естественно, не соблюдая дистанцию и другие правила. Люди протестовали из-за потери работы и недостатка информации о зараженных коронавирусом. Митингующие требовали отставки властей Северной Осетии. При этом многие вообще не верят в коронавирус и считают, что так власти заставляют их сидеть дома и не митинговать. Дети и все наши парни, они все говорят, что вирус есть. Если кто даже в него не верит, есть такая просьба на данный момент разойтись просто и съесть. Нет, нет, нет. Такая вероятность. Человек нам рассказали, пацаны. Над городом кружили вертолеты. Митинг удалось разогнать только с помощью силовиков. Хотя некоторые из них перешли на сторону митингующих. Кавказцы с камнями – это вам не дети с шариками на митингах Москвы и Питера. А где социальная дистанция? Им не на что дома сидеть. Реальной поддержки нет, нормальных разъяснений нет, объяснимого режима нет. Это не их вина, а властей. Скоро так везде будет. Конечно, народные протесты в виде митингов в эпидемию – это охренительная идея. Премия Дарвина, Владикавказ. Это не против самоизоляции, это против воровской власти. Пока во Владикавказе с нарушителями самоизоляции борются с помощью силовиков, в Рязани предпочитают песни. Непонятно кто, непонятно для чего выпустил клип «Коронавирус в Рязани не пройдет». В песне поется, что ковид-19 в городе попросту не сможет выжить, потому что Рязань – столица славных ВДВ, а значит, вирус не распространится. Похоже, вирус в Рязани решили отпугнуть отсутствием рифм, но главное, чтобы клип сработал и люди сидели дома. Я думаю, не только вирус там не выживет. Что за испанский стыд я посмотрел? Что же вы так серьезно все воспринимаете? Вам песню спели, а вы ее всю улыбнитесь и гордитесь, что вы рязанцы. В Рязани у кого-то что-то с мозгами. В Рязани вирус с глазами. На самоизоляции каждый нашел себе дело по душе. Кто-то занимается спортом, кто-то саморазвивается, а некоторые проводят довольно странные эксперименты. Пока в Италии теннисистки играют партию на соседних крышах, красноярец Алексей Егоров решил измерить пульс колбасы с помощью фитнес-браслета. На удивление, ему это удалось. Меряем пульс. И сколько у нас пульс будет сейчас в колбасе? Давай, 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 давай. 94, зашкаливает что-то, бедная колбаса. Оказывается, в сети куча подобных видео. В марте этого года кто-то выложил первый эксперимент. Пользователи ринулись проверять пульс сначала у колбасных изделий, потом перешли на фрукты, овощи и даже туалетную бумагу. О, Apple Watch молодцы, 88 ударов в минуту у туалетной бумаги, очень активная. 168, сутки, нервничать начала. Надо было еще тонометром обычным пульс у бумаги померить. Для колбасы это очень большое давление и бешеный пульс. Нельзя держать колбасу руками во время замера. Что за эксперимент такой непрофессиональный? После пробежки колбаса, что ли? Да у нее тахикардия. Ну, хоть не коронавирус. На этом у меня все. Больше новостей вы найдете на сайте tvk6.ru И помните, лучше дома с ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова